Субтитры подогнал «Симон» Ты готовишь мне омлеты, в них лежат Я помню, каждый, каждый уникален, как яйцо фавильжет Мы триста лет знакомы, я мужчина дома твоего лет двести девяносто девять Уже на море шаг два твоих шажка, но поступь наша уверена, равна, легка Единомыслие такое, как у нас с тобою было Разве шо, пожалуй, на плену марта ЦК? Звонила Катя, нас где-то беспомощно ждут Мы отломали Кате Патти на час без пяти минут И Катя остро нуждается в нас А мы сидим тут И виноватый в этом, разумеется, я Вернее, я Старопность моя А ты другое дело Совсем другое дело Ты моя Особенная 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 У нас синхронные часы и одинаковое время сна Будильник на двоих и громкость его ужасна Мы даже пьем одно и то же и крепимся похоже Если выпивка это не опасна И хотя разница есть взять хотя-б вот пол Или манеру сочинения пившей стол Или манеру подражания дурному примеру Или манеру утыкания глазами в пол А в остальном мы практически близнецы Ты близняшка Москва Я близенчик Люблюцы Если Где В основной Прихоте Не сходится С Концами Концы Кто Виноватый в этом, разумеется, я Вернее, Гнева Старопность Моя Ты Другое Тело Совсем Другое Тело Ах ты Моя Особенная 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 Добрый вечер Дорогие друзья Я группа 9. Сказала Чорик, художественный руководитель группы 9. Сразу после особенной песни. Концерт начался традиционно. Эту песню коллектив исполняет с переменным успехом вот уже 8 лет. Можно сказать, половину своей истории. Историей отчасти веселой, но в то же время немного грустной. Пожалуй, даже депрессивной. В самом деле, ну разве можно начинать концерты вот так? Какой-то нелепой сердаке, ни припева, ни соло, а только поток иронии и бычий рев в конце композиции. Нет, так нельзя. Следующей песней должно быть что-то легкое и боевое. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один не бросил, другой не начал. Зато стабильность, квартира, дача. Мне 30 грузы, цветный садник. Вот твой бумажник, вот твой лопатник. Вот деньги выпьем, вот этой елкой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давно-давно, и с того момента было повторено со сцены такое количество раз, что теперь веселит разве что, впрочем, нет. Оно уже никого не веселит. Теперь, когда оно сказано в пятисотый раз, просто необходимо добавить что-то еще. Но что? Песня носит название «Зигмунд». Довольно слабая погодка. Что касается собак, тех, которые друзья, человечество всего, и мои выходит, то уже. Я не очень их люблю, в смысле я их не люблю, необычный человек, как-то на них не дороже. Взять, к примеру, хоть тебя, ты обычный человек, нет у тебя хвоста, ты красива, ты опрятна. Я, к примеру, подойду, дам сосиску на дедине, разве ж ты ее возьмешь, вряд ли. Как твердая моя любовь человечеству всему любит, как его не полюбить за науку и культуру. Шоперел и Шопен, и Эйнштейн, и Эйзенштейн, что гигантно по-мазки, что не то, но фигура. Но представим, что Пальмонт вдруг встречает Пикассо, И не здравствуй, не привет, а там ходит энергично, И буквально нос сует, он сует буквально нос. Не могу сказать, что это просто неприлично. Субтитры подогнал «Симон» И когда, к примеру, ты говоришь мне, что моя человечность для тебя, Под большим вопросом, поднимаю плечи я, Поднимаю пробки я, Ну, где же тогда сосиску, милая, без спроса? Вот и позади животноводческой силы. Что вообще происходит? Что это? Концерт сегодня необычный. Вы это слышите? Всякий концерт с настоящими музыкантами для человека, Не владеющего нотной грамотой, это, конечно, стресс. Но паузу между песнями затягивать нельзя. Субтитры подогнал «Симон» Можно стать снеговистом, можно стать под лицом, Авантюристом, туристом, юристом, юнцом, И я осон за щёчки-ябочки, за ножку над твой, За пару как бы комплиментов, как бы сказанных тобой. И я дежурю под балконом дома твоего, И бабкиру подъезда считают меня за своего, Когда смешной и чистый круглый идиот встает. Субтитры подогнал «Симон» А я водил тебя в театр, брал билеты в кино, Мы были в опере и даже в зоопарке, Но глупо даже надеяться на... Не всё ли равно? Не всё ли равно? Не всё ли равно? Не всё ли равно? Один мой друг сказал мне, «Слушай, я не знаю, как здесь быть другой». А я резюмировал, забить и забыть, Ответь и сделал сами взгляд, Удаляясь над похожим и с ним. И вот он я с белым моряной трёшкой в руке, Говорю с франтовщицей на её языке, Я должен знать что-нибудь, Чтобы выйти из этих пикет. Откуда же вертишь, Придо мной идёт дорогие одежды, И сорвать их стеклят, Нет никаких надежд! А я водил тебя в театр, брал билеты в кино, Мы были в опере и даже в зоопарке, Но глупо даже надеяться на... Не всё ли равно? Когда мы были моложе, Безвечные и бесстрашные, Как воробьи, Мы в те сочиняли две песни, Одну про себя И одну о любви. И первая песня Сияющим клином вздылалась, Сияющим клином Везя вторую. И нам неразумно Ей, Богу, казалось, Что мы герои. А песня вторая, Глупее в два раза, Любовь — это солнце, Любовь — это сон. Любовное сонное солнце Все строго в минуле, и все в унисон. И сверху рыдает гитара, и давит, и давит на жалость. За первой едва то спевая рыдает вторая. И нам неразумно ей, Богу, касалась любовь такая. Мы каждый последний звонок 25 мая встречаем друг друга в стандартной игрой. Теперь это мы все решительно все понимаем. Но песни не в тень и не в год ни в одной. Мы темы себя и любви исчерпали забочно, А прочие темы скучнее и однослужней. И хочется быть одновременно и былким, и почным. И хочется быть актуальным и как бы бессрочным. Но это едва и возможно. Нередкий случай, когда группа дорастает до официального издания собственной дискографии, Но не дорастает до массовой публики. Осознание этого факта, конечно, не может не отражаться на творческом моменте. Это, вообще говоря, повсеместная практика в наших широтах. Иной раз зайдешь в ресторан отведать чего-нибудь недомашнего в культурной обстановке. Дожидаешься официанта, а тот принимает заказ, И видно, что никакой он не официант. Он тут временно, на месяцок, перебиться. А вообще он поэт. Я как сантехник поутру, Как голый в бане, Бегу и даром плюс, Я выну штрунами. Похлеще белки в колесе, Перебираю паросет. Братами, о, мои годы, Ветхие странички, Мальденёчки, птички. Я расставляю фаса дочери, И галки на полях, Не поджигаю. Спички природа шапчет, Эй, чувак, мне надо песен. Ты и без песен Можешь быть чудесным. Пока ты что-то там поешь, Ты в розыках бережуешь, А в этом видео мне неинтересно. Субтитры сделал DimaTorzok Я плачу бед лицом На смешницы природы, Она хохочет, принимая роды, Я как дубровская и медведь, Готов хоть завтра умереть, Пока стоят такие охоты. Песни, как таковая, удивительный жанр, Не до стихи и не до музыки, В совокупности вдруг рождают Исключительные силы произведения, Заявающие за живое, Всякого более-менее меняют Слушатели. Сруны овечьей кишки, Они душу вынимают из человека. Что характерно делать вот зачастую Не в талантах автора песен, А в том, что люди, строго говоря, Любят песни как таковые, Готовы, так сказать, заранее. Это зачем было слезами? Можно, разумеется, не думать про этот парадокс, Это очень по-взрослому. Те две крысы у ресторан внесут, Я зову их Арнольд и Роза. Арнольд грызун и Роза грызун Не боятся ни голода, ни пороза. Сосуществуют в тесной, холодной норе Среди отбросов и мрака И не переживают и не переживают Вообще, вообще одна. Как будто крысы Провозгласили Закон о жизни, Как будто крыльцы провозгласили Закон о жизни полной Как будто крыльцы провозгласили Закон о жизни полной Как будто мы со мной отдачи Почему у людей всё иначе, Василий? Почему у людей всё иначе, Василий? Почему у людей всё иначе, Василий? Почему у людей все иначе? 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 То, что у людей все иначе? Ты мне сказала, подожди меня, Серёжа, он и снова, и вот я жду. Субтитры создавал DimaTorzok А между тем уж полвторого, Как ты пойдёшь по этой темноте, Когда троллейбусы, и те уже не ходят, Они коты. Нет, я, конечно, прошу, Но надо же и встретить. А может, это надо мной шутишь ты, Ты прошутила надо мной, конечно, Теперь стоим тут, как не знаю кто, Троллейбусы, которых нет, Коты и я. По этой тьме кромешной Бьёт ветер полный кальто, Тебе, пожалуй, было смешно, Но ты же спишь, ведь так ты спишь, красивая. Субтитры создавал DimaTorzok А знаешь, я уже подожду, Я буду ждать тебя, Не пятую, но другую. И где-то впять, Когда начнёт уже Светать, Я, наконец, Забавный эпизод с этой песней Произошёл на гастролинг группы 9 в городе Владимире. То есть как забавный? Забавный, конечно. Дело в том, что во Владимире удивительная публика. Совершенно они начинают хохотать и хохочут весь концерт, хохочут такси. Вот на этой песне особенно их весело. Все десять человек, пришедших на концерт. Вот это необязательно сейчас тоже. Из песни слова не выкинешь. Едем дальше, начиная с кухонь. Вова. 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 Он задумывался как своего рода такой ироничный ментор, такой комментатор, который бы посвящал зрителей, то есть вас, во внутренний мир автора. Однако внутренний мир оказался узковат. На твоей квартире кот по кличке Шубарь, Хитрым, длинношерстым, С крециями до трех. Ты его копила Мутными слезами, Что твой новый бывший Тоже пусто брех. Пусто брех У него гитара, Чтобы петь Про осень Что такое осень Сразу не поймешь Поживал Без соли Проживал И бросил Плачь теперь на шубу Шерсть ему Ерошь Шерсть Ерошь Я же не Железный Не звони Мне света Расплюемся На смерть Не вводи Не вводи Во грех Не вводи Чем рыдать На шубу Лучше плю На это Слезы Твои слезки Это Просто Смех Я не устаю Поражаться Не устаю Поражаться Как эти голые люди В Африке Придумались Только ритмичной Музыки Как китайцы Придумали Порох англичане Придумали Футбольные Сборные Как мой товарищ Петр Придумал Систему Регулирующую С помощью грузиков В угол наклона Крышки Над очком В дачной Уборные Умные Интеллигентные Люди Инициативные Люди Света Покоряют Моря и горы Штудируют Физику Химию Пишут Песни А я сижу С телефоном В руке И вновь Тебе Что Мне Интересно Как Тебя Бросили Света Тебя Бросили Света Но Кроме тебя У меня Никого Нету Кроме тебя У меня Никого не Кроме тебя У меня Никого не Тебя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пушкин Пикассо Евстигнеев Он начинает напоминать игру в пинг-понг. Хорошо бы вспомнить фамилию какого-нибудь спортсмена Сергей Звеев Вдруг А он возьмет и починит Вот он Андрей Вот он Андрей какой А я ведь не хуже Андрея Вернее я хуже Андрея Но только по этой части Зато я пишу стихи И то, что их не приколотишь На стену в доме Андрея Или другую стену Не значат они Еще не значат они плохи Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо В этом месте нашей программы обычно как раз звучат стихи Но сегодня 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 Что сегодня Четверг Как вам будет угодно Когда я был маленькой Бабушка Любила меня так сильно Что в порыве этого чувства Даже Писала стихи Хвален на меня коды Восторжен на меня коды Про то, что я Ну Как будто подарок природы Что солнце Светит ярче На меня Глядя Что оно восходит-то Только этого взгляда Ради И В обстановке такой вот Любви И Поцелуев В пупок И в пятки Как ты вырос таким мизантропом Это просто загадка Что я могу сказать «Волоха» Что я могу сказать о машине «Волоха»? Оуууууууууууу Это удивительная машина Если тем не месяца два Короче, не толк Все честь по чести кузов, шины, двигатель, шаровая Ура! Что там еще? Лошадиные силы. Внутреннее шумное – это шум мотора. Снаружи корыца, что-то прекрасиво. Но это не юзка, это не доска. 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 Это не актомобиль, я скажу точнее. Это повесь «Пикманка» с крейсером «Маврора». Это бегемол с товарками «Пармалея». Это два месяца личного позора. Там слева ручка, я думала над капотом. Уяснилось, что это какая-то там заслоника. Ты говорил эту машину, зверь, Сережа, что ты. Эта машина пелеменник, машина с шонка. Это не юзка, это не доска. Это не юзка, это не доска. Там сосед по подъезду Миша к этажам выше. Человек интеллигентный, не отнять, не прибавить. Не курит в лифте, не засовывает свитер в брюки. Единственное, но сотрудник гидрометцентра. Каждое утро за ним приезжает такая вот Волга. И лишь едет на Волге в центр, в гидрометцентр. Тр-тр, как он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы. Такие прогнозы, такую погоду, такие Волги. Такой ипотечный кредит, такую думу. Такое радио, фильмы, футбол, магазины и прочее. Мы имеем такое вот в Роще. Другой мой сосед, Ленок Сафирыч. Он говорит, смотри, когда я вложу плитку, И сразу становится ясно, что мы ложим. И вот однажды, сосед Ренат Сафирыч, Встречает интеллигентного Миша в подъезде. И говорит у вас врача, слушай, Миша, Ты никогда заставляешь прогноз, ты окошко смотришь. Никто, никто не желает работы. Учи, учиться никто не желает. Сердца, все заняты какими-то другими делами. И все рассчитают себя врачами и учителями. И вот тут, слов, это главная вода. Для меня, как дрондуль, это не все. Я тоже, как эта волка, Как в солнце зряшься недолго. Вот и слов, это главная загадка. Ведь для меня, как дрондуль, это не человек. Как это так, индивид, которому нечем гордиться, В виде себе подобных злиться. Это не езда, это не езда. 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 В смысле? Нет. Не про Волгу, а про всё. Про всё? Что всё? Такое всё, как Волга. Получается песня о кризисе среднего возраста. Про человека, который по советской привычке не долго вытаскивает себя из депрессии. Даже подозревая о том, что он в ней находится. Чего? Чего? А что, нет? Нет. Да нет. Тебе песня, что ли, не нравится? Мне как раз нравится. Этот диалог наглядно демонстрирует возможность диалога. Я экс-военный, у меня в квартире чисто. Часы на кухне и в гостиной Тинити. Мечтал когда-то я. А как же стать артистом? И что с баштами? И стало поглядеть. Я не летаю в небе коробем бумажным. И, в общем, не срываю с кумблой синяки. И субъект той самой. Я, кто в выходные светом важным утром чистит стекла жениной. А ты, мой регулярный возврат домой. С охватным полем письма с турбой. Едва ли виден вдвоем окно порою ночной. И, в общем, помнишь ли ты про то, Когда у царя своя любовь Растыкнув мой фон под жанри. И ты, я, я сам белый, Кто рядом завязывал шуток. И я всё это сказать хотел тебе, дружок. Меня всё знают и в подъезде, и в округе. Авторитет незыбленной, сожить я в экипаж. Из окна в связи снять меня взирают в други. Одни сплошные трубы дружественно плашут. Я даю социум, хоть в виде группа девушки, Хоть в виде жителей подъезда моего отдыха. Но на небо скользю все проще пешки, А я кляшу под ноги, как же там смешно. Регулярный возврат домой, С покладным коном и с маскурой. Едва ли виден в твоё окно, Второе ночное. А, впрочем, помнишь ли ты про то, Как на вокзале стояли мы, Расстегнув мой тон, Раджали. 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 А вот вас, можно спросить? Раджали. Нет. Меня? Раджали. Это вопрос к публике. У вас есть мечта? Вот я всегда мечтал быть, конечно, воспетым, чтобы про меня слагали песни. И деньги еще, вторая мечта у меня, чтобы хватало на жизнь. Но себя я воспел, в общем, и теперь готов воспеть кого-нибудь из зала. Потому что есть желающие? Нет? Может быть, Евгений Кокров есть в зале? Иди сюда, дорогой, будешь воспеть. Дорогой, а ты мог? Да. Да. Умеет на качелях, умеет на контакт, Не залезав шнурки на кетах, Гагарин нашел по два, Гагарин нашел по два, Гагарин нашел по два. Вы проспите мне, я, Самый скромный парень. Я. 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 Салат. Я. Умеет всех девчонок, Умеет всех парней, Умеет он любого. Найкайся на шоу по два, Найкайся на шоу по два, Найкайся на шоу по два. Вы простите мне, ребята, Самый скромный парень. Я. Я. Салат. Я. Я. Салат. Умеет прохаяния, Умеет из горла, Умеет на гитаре, Гагарин нашел по два, Гагарин нашел по два, Гагарин нашел по два. Вы простите мне, ребята, Самый скромный парень. Я. 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 Салат. Я. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эта история была рассказана, чтобы плавно подвести слушателя к теме многогранности человеческих характеров и необъяснимой силе человеческого веселья. Неизвестно зачем я и люди вокруг о такой юнде говорим бесконечно, что бумажник не тот, что живот не упруг, что чего-то еще. Как-то небезупречно даже брызгит слюны, даже рот искривлен, даже, кажется, стало выше тем, где радура, а всего-то летел, что прошивый прием в зоне отдыха нашей или в зоне культуры. Да, что мне прием, я и так каждый день, из-за всяких приемов могу целоваться с тобой, что в кармане вложить, такие штаммы не надень, плавень нашей любви завсегда поглотит на нас снову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь я сказал того, что должно сказать, Моя веточка рыбка, и довольно об этом мы помолчим пять минут Или семьдесят пять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ВА АПЛОДИСМЕНТЫ Что за мужчина ты? Нарежные цветы, носи черты пустые В моих взгляд, друзья, хминь, Исполни нас подряд каких-то злодушек, Жар, все неравное тебе относится, Рассадить я. Позорочное проложение рода, Мой ротон супер, злочная порода, Можешь дать тебя в руку? Повороты, волосы, поглядь, подлиннее, Что за мужчина ты? Расскажите мне, дедушке, Мне просто интересно столько увидеть, Может, мужчина? Да что он не требует? Веселье свекрови сосуд? Полит, другой день, В час, в минуту, Не надо мне выходить, Зайду в канаду, Замуж, Замуж два раза, Я занималась зоной, Задержала декабрь, Разве ужасные животные, Иголки зимой идут, И хватит уже обойтку, Хватит, давай! И вот ты стоишь на тёрке, Исполнили грудные, Если мама твоего дала тебя, Она поградилась, Какая-то растут, Не примите маму, Иначе никогда бы грудь, но нет, Не стоишь на тёрке, Мама, и планы, Что я дождаю? Да, И не принесла ясно, Я только кака, Не отлеждаю, О, Пусть твои камни, Парни, 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 Парни! Парни, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и всё, дорогие друзья. Но искупается уже на салвациях, она поедет по дону. Спасибо. Словоохотливый внутренний голос – это, конечно, карма. Первый удачный шаг у них. Словоохотливый внутренний голос – это, конечно, карма. Первый удачный шаг у них. Словоохотливый внутренний голос. Дмитрий Ярюбин – свет и прибой. Словоохотливый внутренний голос – это, конечно, карма. 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 Меня зовут Валерий Померанцев, я работник сцены в цыганском театре «Монтажный цех». Нет, я самый цыган, но очень-очень люблю романсы, так что это работа, но в общем жаловаться грех. У меня есть разные записи, я хожу на концерты разные, и дома жены на другого голоса, мы тоже любим попеть, потому что романсы, мне кажется, это прекрасно, романсы, это прекрасно, прекрасно же, правда ведь? Я работаю не близко, со станцией Куровская, электричка, металла, троллейбус, да я ничего, но привык, у меня небольшая зарплата, она здесь у всех такая, но здесь зарплата не главное, если говорить при миг. Я иду на работу, утром вспоминаю, утро седовое, и в печальной снегом покрытое вспоминаю, я и голубеет небо над моей головою, И золотит солнце, и вернется земля. Субтитры подогнал «Симон» Я любитель романцев, работник сцены, Едем на электричке к вокзалу, Жена приготовила обед с собою, Желаю удачи, милость сказала. Субтитры подогнал «Симон» 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 Играет музыка 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 Играет музыка